Аутинский, город шахты, Ростовская область, входила в ОАО Ростовуголь. В 1943 году после восстановления шахт номер 13 и номер 14, принадлежавших ранее Министерству местной топливной промышленности, на их базе организовано Аутинское шахтоуправление 300 шахтампроцит с проектной мощностью 400 тысяч т. В 1962 году была произведена реконструкция по проекту ПКБ комбината Ростовуголь с проектной мощностью 1100 тысяч т. При реконструкции горной выработки шахт номер 13, номер 14, номер 19 и номер 21 были объединены с выработками шахты Аутинская. 1 октября 1972 года шахта Аутинская номер 13 переименована в Аутинскую. Шахта расположена на северном крыле Грушевско-Несветаевской синклинале в 10 км на северо-запад от город шахты. Шахтное поле имеет форму, близкую к прямоугольной, с вырезами некондиционных участков по мощности и зольности в нижней части западного и восточного крыльев. Максимальная протяженность шахтного поля по простиранию 10 км, по падению – 4,7 км. Шахта разрабатывала один антрацитовый пласт К-1 мощностью 1,3-1,5 метра с углом падения от 2 градусов до 10 О. Шахта отнесена к первой категории по газу метану, не опасная по взрывчатости угольной пыли и горным ударам. Пласт К-1 не склонен к самовозгоранию. Вскрытие шахтного поля произведено центральным вертикальным и наклонными стволами. В процессе реконструкции вскрытие шахтного поля ниже горизонта минус 335 метров было произведено двумя наклонными стволами длиной по 1800 метров каждый. Стволы пройдены диагонально под углом 40 градусов к линии падения. Подготовка шахтного поля по горизонтной длинными столбами по восстанию на глубине работ – до 800 метров. Способ управления кровлей – полное обрушение. Способ проветривания шахты – всасывающий, система проветривания – единая, схема проветривания комбинированная, категория устойчивости – вторая, группа по состоянию проветривания – вторая. В 2004 году ОАУ «Ростовуголь» обанкротилась и четыре его работающих шахты были выставлены на торги. Шахта «Аутинская» приобрела компания ООО «Угользунг», принадлежащая Западноуральской машиностроительной корпорации. Угледобыча на шахте была остановлена в июле 2006 года из-за аварийного затопления грунтовыми водами. В мае 2007 года арбитражный суд Ростовской области ввел на предприятии процедуру внешнего наблюдения. Суд принял данное решение по предложению областной администрации в связи с задолженностью по зарплате, которая на тот момент составляла порядка 27 миллионов рублей. Общая кредиторская задолженность предприятия составляла более 500 миллионов рублей. В октябре 2007 года судом в отношении должника была открыта процедура конкурсного производства. Шахта, затопленный ликвидировал. Слышите, бьются и греют сердца Там, под землей, там, где крепится лава Нет там начала и нет там конца Да только осталась шахтерская слава Больно смотреть, когда кровля трещит Топит разрез, насквозь могнет резина Страх не пугает А учит нас жить Каждый подземник Герой и мужчина Тонет закат Но не гаснет копер Шепчет сверши Беспрерывные ветры Свято нам всем Твое имя шахтер Слава и труд твой Нигде не померкнет Разве что волны Уходят быстрей И не успеешь Назад оглянулся Ляжет на грудь Слава всех степеней Внуки, которые Когда-то коснутся От смены до смены От звенья у бригадов Вам не привыкать К самым трудным нарядам Отпалит взрывник И отмерит проходка А значит сверхплан Подобычей взводки Как свежей струи Не хватает порой Вдохнуть бы ее Полной грудью хотелось Тот разве поймет Кто не видел забой Что кровля не шутка Так низко посела Тонет закат Но не гаснет копер Шепчут с вершин Беспрерывные ветры Свято нам всем Твое имя, шахтер Слава и труд твой Нигде не померкнет Богом забытая Брошенная что ли А знаешь порой Вспоминать даже больно Здесь начинали Отцы наши, деды И труд их, и слава Ушли небеследно Тонет закат Но не гаснет копер Шепчут с вершин Беспрерывные ветры Свято нам всем Твое имя, шахтер Слава и труд твой Нигде не померкнет Разли, что годы Уходят быстрей И не успеешь Назад оглянуться Ляжет на грудь Слава всех степеней Внуки которой Когда-то коснутся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова